Наши коллеги Роман Пастушок и Соня Лупинина сейчас находятся на нашей летней студии на острове Татышев И у них уже есть очередные гости, если мне не изменяет память, это ребята, которые летают на дронах Соня, Рома, что вы выяснили про эти летательные аппараты нового? Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте, все, кто нас видит сейчас! Мы сегодня гоняем сусликов по полянам, потому что мы сейчас здесь в компании молодых людей, которые от первого лица управляют этими аэродронами И Софья нам сейчас всех представит Да, представляете, все потому что, почему мы собрались здесь, потому что здесь, прямо на этой поляне, на острове Татышев 3 августа состоится фестиваль летающих моторов Аэропикник И с нами сегодня Анна, Ольга и два Александра, управляющие этими квадрокоптерами Сейчас мы узнаем, что это вообще такое доброе утро Расскажите, пожалуйста, вот я знаю дроны, из которых можно снимать, летать на них, это то же самое? Нет, это немножко не то же самое, даже, можно сказать, совсем не то же самое Это спортивный дрон, он намного легче, чем съемочный дрон, поэтому он способен развивать сумасшедшие скорости до 170 км в час Огонь! Ну птицы вообще в чем, мне кажется, все Мы попросим нашего оператора показать на невероятных скоростях, какие происходят здесь гонки Просто невозможно услить за этими оводами, жужжащими Анна, я знаю, что вы можете нам рассказать, что будет происходить на самом фестивале, какие, я так понимаю, эти фиолетовые ворота, одно из испытаний Да, верно, в этом году все локации фестиваля расположены в форме квадрокоптера, у которого есть 4 луча, в центре которого будут проходить соревнования гоночных дронов Не стоит бояться, соревнования будут ограждены высокой сеткой, и за ней как раз-таки на подобных воротах, только уже бронтированных нашим фестивалем, будут проходить соревнования Соревнования будут всероссийские, в этом году нам довелось такое право проводить вторые в России соревнования Да, действительно, участники будут со всей России, в основном из западной страны России, и я думаю, что нешуточное соревнование предстоит Я знаю, что в 2018 году правильный дрон рейслинг признан официальным видом спорта Ольга, расскажите, пожалуйста, что эти соревнования значат для спортсменов, куда они дальше могут пойти, как они важны? Ну, данные соревнования, да, любые соревнования очень важны для спортсменов, хотя бы просто показать, демонстрировать свои навыки Данные соревнования еще являются отборочным этапом в сборную России для участия в международных соревнованиях Давайте всех приглашать, когда, куда? Да, 3 августа, начало в 12 часов прямо на этой самой поляне абсолютно любой желающий может свободно прийти, посмотреть как на соревнования, так и принять участие в различных развлекательных локациях, которые будут сосредоточены вокруг соревнований Ну, я думаю, такой современный вид спорта обязательно нужно постичь, что-что? Я хочу отобрать у тебя микрофон, узурпировать, так сказать, аудиопространство и прийти к нашим гонщикам Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, вы когда в первый раз вообще надели на себя VR-очки и полетели, испытали какую-то, может быть, неловкость или неудобство головокружения? Было неудобно головокружение было, потому что сильно ты вроде бы стоишь, а в то же время смотришь и ты над землей паришь И как-то непонятно, даже была охота упасть, потому что, ну, вестибулярный аппарат не справлялся с этим А это похоже на то, что вот как в компьютерных играх, например, летаешь? Да, это очень похоже А скажите, дорого обходится вам поддерживать подобное хобби, покупать детальки для этих машинок и самим их собирать? Да, смотря как летать, если тренироваться постоянно, ломаются очень часто винты А винты стоят, ну, недешево, так скажем А каждое падение может закончиться и сломанной рамой, моторами, камерами, это очень недешевое удовольствие А давно вы этим занимаетесь? Как вам вообще стало интересно? Я, получается, посетил мероприятие, было, квадротех называлось И вот после этого меня очень зацепило вот это направление Мне стало интересно, как, почему, вроде бы ты находишься на земле, а в то же время летаешь А скажите, могу отвлечь водителя? Лучше не надо Ну, знаете, сегодня такой день, когда можно все И поэтому классно, что мы сейчас здесь с вами понимаем это, катаемся на дронах, смотрим на замечательную расцветающую погоду Одновременно стоим и летаем Да, да, поэтому, знаете же, так как сегодня все можно, вы сегодня задержитесь У нас будут бесплатные лимонады, можете угоститься, попить И всех телезрителей мы также зовем сегодня попить лимонадов Ну, а пока посмотрите замечательный опрос на тему, что можно все ведь, все можно Можно все Смотрите